Эта девушка подозревается в соучастии в серийных мошенничествах. Причём свою противоправную деятельность она совмещала с работой семейного врача. Полиция установила, что молодая женщина по поручению своего знакомого забирала у горожан денежные средства, затребованные мошенниками в результате многочисленных афер. Как правило, наивные граждане отдавали преступникам свои сбережения за решение вопроса увода близких родственников от какой-либо ответственности. По данным сотрудников управления внутренних дел жительского района, эта женщина причастна как минимум к трём аналогичным эпизодам. Правда, она уверяет, что не знала о происхождении и истинных предназначениях, полученных ею денежных средств. Роль задержанной в этих аферах очевидна. Однако, насколько её показания соответствуют действительности, установит официальное расследование. По данным оперативников, личность инициатора преступлений уже известна. Полиция Алматы проводит оперативно-профилактическое мероприятие под кодовым названием «Рывок», направленное на оздоровление криминогенной обстановки, а также пресечение и предупреждение преступлений, совершённых на улице и в общественных местах. По данным криминальной полиции города, отработка стартовала 25 марта и продолжится по 28-й включительно. За минувшие дни полицейскими Алматы были раскрыты более 10 уличных преступлений, а также два разбойных нападения и 13 грабежей, имевших место ранее. Также оперативниками были задержаны три уголовных преступника, находившиеся в розыске за групповые ограбления. Кроме того, в ДВД уточнили, что в проведении ОПМ активно задействуются не только представители оперативных служб, но и сотрудники наружных подразделений полиции, ежедневно несущие службу по охране общественного порядка. Сегодня утром в Алмалинском районе Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пожилой человек. Установлено, что пенсионер управлял автомашиной марки «Тойотеров-4». Он двигался по улице Гагарина в южном направлении. Когда его автомобиль пересекал «Карасай-Батыра», мужчина почувствовал удар сбоку. «Я-то ещё вон снизу вверх, моя же главная. Я ехал. Вот и он там, думаю, сейчас хоть тормозит, а он не тормозит. Что, он не видел, что ли?» «Светофор не работает». «Светофор-то моргает. Моя главная, что, я и еду». В результате столкновения пенсионер получил травму головы и резаную рану руки, образовавшаяся от осколков разбитых зеркал и окон. Мужчине была оказана первая медицинская помощь, однако в госпитализации он не нуждался. А тем временем водитель другого внедорожника сетует, что отвлёкся и не заметил неработающим. В Алматы в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Каникулы» полицейские организовали для несовершеннолетних экскурсию в киностудию «Казахфильм». Трудные подростки, состоящие на учёте в подразделении ювенальной полиции Ауэзовского района, воочию смогли посмотреть работу съёмочных групп, побывать в студийных павильонах, примерить костюмы и понаблюдать за процессом монтажа отечественного мультфильма. В этом году мы отмечаем «Столетиша Кенайманова». Это для всех кинематографистов большой праздник. Он родился в Павлодаре, в Байднаульской области. Вообще киностудия «Казахфильм» создана в 34-м году. Алматинская студия «Кинохроники» тогда называлась. И вот уже ровно 80 лет получается «Казахфильм». Полицейские в этой экскурсии видят профилактическую роль. Они уверены, что, посетив киностудию, где рождаются продукты отечественного кинематографа, подростки поменяют свои жизненные позиции и станут ценить культурное наследие страны. «Приобщить несовершеннолетних во время каникул, улучшить их занятость, приобщить к искусству – наш подучётный контингент». По данным Центра оперативного управления Департамента внутренних дел Алматы, за минувшие сутки в городе были зарегистрированы 169 преступлений происшествий. 87 из них раскрыты по горячим следам. В том числе два изнасилования, пять грабежей, 90 краж чужого имущества, 28 хулиганств. Зарегистрированы 10 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб, ещё 10 травмированы.